Чтобы добраться до автобусной остановки в поселке Зубчининовка, людям приходится или идти по колено в воде, или обходить за пару кварталов от места порыва. Бывают, видите, такие ситуации, никто не застрахован. Я думаю, сделают, починят. Дорогу не могли перейти, пришлось идти вот туда, там обходили все. Водителям легковушек, живущих в домах поблизости, тоже пришлось нелегко. Приходилось проявлять чудеса вождения. Сложно ездить, заезжать невозможно всю машину. Вся машина ломается, подвеска вся стучит потом после этого. Труба холодного водоснабжения диаметром 200 мм лопнула в полночь. Порыв произошел между домами 122 и 124 на Зубчининовском шоссе. Пока ехала аварийная служба и ремонтные бригады, ресурсно снабжающие компании, вода успела затопить часть этой улицы и соседний конный проезд. Работы по откачке начались около часа ночи и ведутся до сих пор. Точное место аварии удалось установить только в 6 часов утра. Выяснилось, необходимо заменить 3 метра трубы. Над выполнением этой задачи трудится 20 единиц техники и несколько десятков рабочих. Приносим извинения. Конечно, бывают такие ситуации. К сожалению, их нельзя прогнозировать, нельзя в этом месте заранее поменять конкретно этот участок трубы, поскольку утечки и строя техническое оборудование может выйти в любом месте, в любое время, даже на самой новой трубе. Но мы стараемся быстро сделать. Холодная вода в жилые дома и учреждения поступает без перерыва по резервной схеме. В два дома и одно административное здание питьевую воду привозят в бойлерах. По экспертной оценке специалистов, порыв ликвидируют в ближайшие часы. Дорогу обещают привести в порядок к утру четверга. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.